Теомиричан Чонсервативе, США США должны возобновить участие в ядерной сделке без предъявления новых требований Даниэл Ларрисон Теомиричан Чонсервативе, США 13 февраля 2019 года Илан Голденберг, Илан Голденберг, Иерик Брюэр, Иерич Брюэр призывают следующего президента США возобновить участие в совместном всеобъемлющем плане действий СВПД, первым вопросом, с которым столкнется гипотетический победитель на выборах 2020 года не говоря уже о кандидатах из предвыборной гонки станет вопрос о том, надо или нет США вновь вступать в ядерную сделку и он должен ответить на это утвердительно Ядерное соглашение с Ираном является одной из самых полноценных и детализированных ядерных сделок в истории и когда Соединенные Штаты выходили из нее, она работала точно так, как и было задумано Иран резко сократил свою ядерную программу а США существенно расширили свои возможности по выявлению любых иранских попыток создать бомбу в случае изменения намерения Тегерана Что самое важное, Иран выполнял и продолжает выполнять условия этого соглашения Если США возобновят свое участие в нем, эти выгоды и преимущества сохранятся Авторы правы, и поэтому их дальнейшие утверждения кажутся немного странными Они заявляют, что будущий президент не должен довольствоваться повторным вступлением в соглашение в том виде, в каком оно сейчас существует Если сделка действует так, как они утверждают, а это так и есть, будет в лучшем случае грубо и несправедливо требовать дополнительных уступок от стороны, которые неизменно выполняют соглашение Голденберг и Брюер неверно трактуют возобновление американского участия в соглашении Называя его уступкой Ирану, как будто наше государство делает ему одолжение Вновь вступая в сделку, которую оно само разрабатывало в ущерб Ирану Поскольку Тегеран решил, что выполнение условий ядерной сделки в его интересах, несмотря на выход из нее Вашингтона, возвращение США и соответствующее ослабление санкций станет по сути дела односторонней уступкой Ирану Вашингтон в состоянии потребовать что-то взамен Авторы хотят наказать Иран за выполнение соглашения, хотя сами Соединенные Штаты его нарушают Ожидает Тегерана еще больших уступок, чем он уже сделал Чтобы мы не говорили обо всем этом, Тегеран изначально не пойдет на такое и будет прав Пусть США поставит себя на его место Наше правительство ни в коем случае не стало бы предлагать дополнительные уступки стране, которая отказалась от выполнения своих обязательств А поэтому нам не следует рассчитывать на то, что другие страны поведут себя иначе Вместо того, чтобы просто возобновить участие в соглашении, авторы предлагают будущей администрации использовать те рычаги влияния, которые появятся с уходом Трампа Прийти к некоему взаимопониманию с Ираном по тем многочисленным спорным вопросам, которые остаются неразрешенными в двусторонних отношениях, а также по перспективам иранской ядерной программы Иными словами, они хотят, чтобы следующая администрация поставила Ирану условия, она возобновит свое участие в договоре, из которого США не должны были выходить Если иранское правительство будет готово к переговорам по другим вопросам, хотя оно уже сказала, что таких переговоров не будет Точнее, иранское руководство сделало возобновление американского участия в сделке предварительным условием любых будущих переговоров Поэтому оно не согласится торговаться с США цене за повторное вступление в соглашение Голденберг и Брюэр занимают однозначную и разумную позицию, призывая США вновь присоединиться к СВПД, но тут же искажает ее до неузнаваемости Далее они заявляют, США должны проявлять реализм и не требовать слишком многого, поскольку в их интересах вернуться в это соглашение Но в связи с этим возникает естественный вопрос, зачем выдвигать дополнительные требования, вступая в договор, который и без того служит американским интересом Попытка слукавить и получить дополнительные выгоды от прежних нарушений соглашений, которые допускал Трамп, это проявление глупости и алчности, и ирана это не пойдет Такого рода умышленные затягивания со стороны будущей администрации, в котором нет никакой необходимости, несомненно убедит иранских лидеров в том, что им следует полностью выйти из СВПД Если иранское правительство надеется переждать Трампа, оно негативно отреагирует на тактику давления после его ухода Авторы статьи представили схему того, чего следующая администрация не должна делать ни в коем случае, возобновляя свое участие в СВПД Я надеюсь, что ни один из кандидатов в 2020 году не воспользуется их рекомендацией Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ